Тупит у меня интернет. Вроде бы я в прямом эфире. Ну, во всяком случае, два телефона уже написали мне о том, что я в прямом эфире, поэтому доброе утро, мир, доброе утро, люди, живущие в нём, традиционно, по будням, иногда с некоторыми перерывами, эфир из Горбач. Я сегодня предложу вам поговорить такой штуки, как страх безденежья. Во всяком случае, есть у меня планы на сегодня дать вам один тест, простой, но достаточно интересный тест протестировать, откуда пришёл, для того, чтобы в более глубоком формате вы смогли впоследствии точно понимать, с чем нужно поработать, и дать вам крутую практику. Это одна из завершающих, правда, практик из КЭСов. В КЭСов она чуть глубже, но тем не менее. Дать практику, как можно помочь себе, если эта штука вам знакома, если вы периодически влетаете в это состояние. Периодически влетаете в страх безденежья, периодически влетаете в ощущение такое, знаете, оно иногда, вот многие говорят о том, что это ощущение прям где-то в районе солнечного сплетения, либо в грудной клетке холодком берёт, прям как будто бы сжимает. Если вам эта штука знакома, если вы периодически влетаете в страх безденежья, потому что это сковывающий страх, из него и выбираться сложно, и, собственно, расширяться, то есть увеличивать свои возможности, увеличивать свои доходы, когда вы соприкасаетесь со страхом безденежья, достаточно сложно. Это такая себе оттягивающая, сжирающая энергию штука. Да, вижу ваше приветствие. Пытаюсь понять, видно ли меня в Фейсбук. Чего-то совершенно не вижу. Совершенно в Фейсбук. Если вы меня видите, напишите, пожалуйста, что вы меня видите, а ещё лучше напишите «Доброе утро, мир и люди, живущие в нём». Вот в Инстаграм вижу свои, заходят, пишут приветствие бандовское. В Инстаграм вижу банду. С Фейсбуком сегодня либо я что-то не так выстроила в настройках, либо народ там ещё не проснулся. У меня была когда-то ситуация, я вышла вот так на два телефона, веду-веду, веду-веду, что там разговариваю, ощущение вообще как будто бы, ну, один на один. Знаете, нет в Фейсбуке? Не понимаю. Вот, может быть, сейчас тоже такая ситуация, что в Фейсбуке просто нет? Ну, не знаю, пишут, вроде бы, что я в эфире. Ну, сейчас я уже не смогу проверить, потом, может быть, я сейчас тоже так начудила. Потом залазю, думаю, да что ж такое, ну, на протяжении всего эфира. С Инстаграмом есть контакт, есть общение, в Фейсбук тишина. Потом залазю, извините, сленг, проверяю, смотрю, а у меня выставлено доступно только мне. Ну, то есть я, значит, лось, такой вполне себе симпатичный, умудрилась каким-то волшебным образом отметить, ну, то есть закрыть доступ. Сейчас вроде бы этого не делала, не знаю, почему в Фейсбуке нет, ну, не знаю. Так, ну, общаемся, значит, я, конечно, сейчас попробую чего-то здесь. Почудить. Ну, не знаю, не вижу я. Возможно, где-то что-то я неправильно отметила себе. Ну, хорошо, если по этому подключиться, буду рада, нет, ну, общаемся с Инстаграмом. Поехали. Так, вижу ваше приветствие. Для тех, кто меня видит первый раз, меня зовут Светлана Горбач. Я психолог, я психолог на всю голову, уже лет 10 работаю в теме психологии денег. Влияние денег на принятие решений, влияние принятия решения, психологии решения человека на количество денег, и скорее даже не количество денег, а уровень благосостояния. Поскольку количество денег не гарантирует, например, отсутствие страха безденежья. Например, страх безденежья не зависит от суммы. Возможно, вы с этим сталкивались и замечали, что когда у вас есть, ну, и, не знаю, там, условно 500 долларов, и вы думаете, вот если бы у меня было 2 или там 5 тысяч, вот тогда я бы совершенно спокойно себя жила и чувствовала. А потом вы работаете над собой, приходите к желаемой сумме, и вдруг обнаруживаете, что страх безденежья никуда не ушел. И вдруг обнаруживаете, что вы так же само боитесь потерять эти 5 тысяч, как боялись потерять 500. А может быть, еще больше, потому что уровень потери будет больше. Так вот страх безденежья не зависит от суммы. Поставьте лайки, кто замечал, что когда у него была меньшая сумма, был страх, и когда сумма стала больше, страх также остался. Есть еще один спецэффект, когда, вот это вот заметьте сейчас, когда у вас есть страх безденежья, вот страшно, денег мало, вот это ощущение, денег мало. Вижу лайки, конечно, денег мало, страшно лишнюю копейку потратить, а вдруг не придут следующие, а я не знаю, когда придут следующие, а вдруг мне на что-то не хватит. И вы так жмете, 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 жмете. А потом остается вообще вот такой вот, ну там, не знаю, пару гривен, да, пару-пару там долларов. Ну вот совсем немного остаетесь, и вы такие, а, гори оно, да, и сливаете все под ноль. Было такое? У меня есть самая яркая ситуация, самая яркая. Я вот так жала, 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 у меня все время было, ну это по пару лет на пару лет. Уже десяточек лет, нет, не десяточек, сейчас скажу. Мелкой девять, соответственно, вот лет девять назад. Девять-восемь лет назад была эта история. И у меня было вот это состояние, когда я только-только начинала заниматься психологией денег, ну это же моя любимая тема, я же сама себя из глубокой задницы вытаскивала, простите мне мой французский, и не французский тоже. И вот я жала, 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 там экономила, ну буквально, ну на всем, на всем. И на какой-то момент я понимаю, что мне все равно не хватит. Вот все равно не хватает там до следующего поступления денег. Я беру оставшиеся, буквально там копейки какие-то, оставшиеся пару гривен, и иду, накупаю сладостей, каких-то печенек, ну на сколько там хватило. Я купила какие-то там пару печенек, какие-то вафельки, дешевые, недорогие, и села с таким кайфом. Это с чаем выпила, и буквально на следующий день, казалось, то есть я без денег, понимаете, это вообще, это не тогда, когда пора менять доллары, это когда их просто нет, тоталос, вот, эй, нет, все. И я иду, там, а, горе, но все, покупаю печеньки, съедаю печеньки, на следующий день, я уже не помню откуда, но то ли заказ какой-то был, на следующий день приходят деньги. Как будто бы, это важно, я не просто так рассказываю эту историю, как будто бы был задан толчок, был задан воздух, как будто бы вот этим вот, а, горе, оно все, когда уже вот так вот себя допек, да, как будто бы так, фух, и пошло дальше движение. Замечали такое, что жмете, 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 и говорите, а ну его нафиг, получаете какой-то кайф, получаете какую-то радость, и идет движение, начинается движение, двигается, да, двигается вперед. Если замечали, напишите, потому что этого есть, на самом деле, потом я уже обнаружила, что этого есть определенное, есть объяснение, сейчас мы на это посмотрим. Теперь вам понадобится сегодня, приготовьте, пожалуйста, вам понадобится сегодня 3-4 предмета, маленьких, небольших, это могут быть, знаете, даже листики, комочки листиков. То есть вот если, ага, бежу лайки, бежу лайки, значит, знакомо. То есть, например, если вы вырываете, у меня здесь тетрадь, если я вырву листик, да, там, половинку листика и сделаю из него комочек, вот так вот, ну, скручу в комочек какой-то, вот это тоже подойдет. Это могут быть ручки, это могут быть телефоны, если у вас есть 4 телефона. Да, телефон не самое лучшее, но, возможно, 4 предмета для теста. Так, читаю, да, так было, на последние деньги купила чашку кофей, ну и на следующий день дали заплату. Снижение важности. Нет, Гринет, это не снижение важности, это восстановление обмена. Ну, там снижение важности, может быть, тоже присутствует, но срабатывает не снижение важности, срабатывает восстановление обмена. Когда человек сжимается, он сокращает обмен. Забываешь, что такое энергия денег, что деньги – это энергия обмена, и он начинает из страха безденежья, из страха, что денег больше не будет, он начинает сам вести себя в безденежье. Он начинает уменьшил обмен, уменьшил обмен, уменьшил, то есть он не берет себе, ему нечего давать. Его уровень энергии, его уровень готовности вступать в обмен снижается, он не подкрепляет себя, он не поднимает в себе этот уровень энергии, этот уровень радости, драйва обмена. Он себя зажимает, меньше дает миру, меньше может взять. зажимает, меньше бьет миру, меньше может бьет. И вот таким вот образом человек себя сжимает в это безденежье. И когда он сжимает себя в это безденежье, если происходит вот этот момент «А, да, вот, а давай», то он как будто бы прорывается, он как будто бы позволяет себе что-то взять и дать. Мы же когда, да, там последние деньги, мы отдаем их. То есть мы кому-то даем прибыль, мы кому-то даем прибуток, мы кому-то даем эту пользу. И идет такой выход на обмен, восстановление обмена. Там не про... Важность может быть тоже, может быть тоже, не будут спорить, но основной механизм про обмен с деньгами. Так, напишите, когда приготовить 4 обмена, 4 обмена, господи, 4 предмета, напишите. Чтобы я знала, что мы можем пойти в тест. У нас сегодня не будет очень длительный эфир, да, но вот эти два момента я вам покажу. Так вот, важно, то, что важно. Страх безденежья. Так, сейчас читаю ситуацию, не вспомню, но про внутреннее состояние, да, точно, точно. Страх безденежья. Первое. Не зависит от суммы. Не важно, у вас это глюк, да, у вас там 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов или 100 долларов. Страх безденежья, это кажется, что может быть не так, но на самом деле страх безденежья от суммы не зависит. Это совершенно другая механика. Более того, иногда, чем больше денег, тем жестче, тем ярче, не фоново, а ярче проявляется страх. Это первое. Дальше. Страх безденежья ведет к безденежью двумя механизмами. Первый механизм, мы с вами про это говорили только что. Что происходит, когда у человека страх безденежья? Он начинает сокращать обмен. Деньги – это обмен, это энергия обмена. Я что-то отдаю, я что-то беру, наполняю себя, из наполненности могу дать. То, что дается из наполненности, возвращается наполненностью. То, что дается из дефицита, возвращается дефицитом. Важно намерение, важна точка состояния, откуда это делается. Это ответ на вопрос, который мне часто задают, из серии света. Вот ты говоришь благотворительность, ты говоришь про то, что нужно идти в обмен. Вот я даю, 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 а мне не дают. И это о том, что вы даете из точки дефицита. И даете, как будто бы из нет, а не давать из того, что я могу посеять большее. Вот точка, с которой вы идете в обмен, она приводит к тем результатам, она приводит, травма приведет к травме, достаток приведет к достатку, деньги приведут к деньгам, дефицит приведет к дефициту. И здесь, еще раз, не зависит от суммы, от наличия, от внутреннего состояния. Когда я смотрю на деньги и говорю, я могу дать вот это и посвятить это там росту своего дохода. Это один момент. А когда мне так мало, и как же я вот это дам, но я тут дам, чтобы мне быстренько пришло, из точки дефицита дается. То, что дается из точки дефицита, приводит в дефицит. И когда человек находится, влетает в этот страх безденежья и начинает себя сужать, 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 он уменьшает обмен с миром, он не наполняет себя, ему из наполненности давать становится невозможно. Он даже если что-то пытается давать, он дает от скудости, скудость ведет к скудости. И он все время начинает сужаться, 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 тем самым ведя себя в это безденежье. Это один момент. Это один момент. Есть ещё. Другой механизм, который ведёт при страхе и безденежье, который ведёт туда же, это энергия внимания. События, энергия внимания – это энергия, которая наполняет то, куда направлено. Если ваша энергия, внимание, направлена на дефицит, вы создаёте этот дефицит. Вы знаете, как говорят, один из механизмов страха – притягивай то, чего боишься. Слышали такое выражение, что страх притягивает то, чего боишься. На самом деле он не притягивает, он создаёт это в реальности. Есть некий образ, которого вы боитесь, туда направляется энергия, и этой энергией наполняется то, чего вы боитесь, проявляясь в реальности. Ещё раз. Страх не притягивает то, чего вы боитесь, а создаёт, проявляет это в вашей реальности. И когда у человека есть страх безденежья, он своим, он неосознанно, это же такая штука, которая где-то там на фоне жужжит. И постоянно, как такой раздражитель, постоянно туда идёт энергия. И тем самым наполняет то, во что направлено. Энергия наполняет то, что направлено, проявляя это в реальности. Вот эта штука, страх безденежный, достаточно иррациональная. Поэтому не зависит, да, поэтому я говорила, что она не зависит от суммы. Причём вы уже сами вспоминали, что бывает такое, когда сумма уже маленькая-маленькая, меньше некуда, и этот страх такой, а, страх отодвинули, и пошли, гуляя душа, значит, тратить всё, что осталось. Уже нечего бояться, уже и так мало. Теперь появляется эта штука, ну, эта штука, да, вот это вот проживание рационального страха безденежья. Из трёх основных корней, из трёх основных источников. Поэтому человек может, там, говорит, я прорабатывал, прорабатывал. Кто здесь прорабатывал страх безденежья? Дайте знать. Я прорабатывал, прорабатывал, а оно возвращается. Страх безденежья, не только безденежья, а страх. Потом уже страх безденежья ведёт к факту, да, финансового дефицита. Вот я прорабатывал, там, работал с убеждениями, работал с установками, не работает. Потому что не в том слое прорабатывали. Есть три слоя. И человек может играться в одном слое, в одном векторе безденежья, а корень на самом деле совершенно другого. Из своего опыта, то есть первое, страх безденежья проявляется, приходит из вашего личного опыта. Это один канал, один источник, один вариант, откуда это может приходить. Когда вы в детстве сталкивались с жесточайшим дефицитом финансовым, когда вам приходилось выживать, когда вам приходилось, не знаю, считать каждую копейку, вы голодаете, выбираете между хлебами и сигаретами, когда вам приходилось делать какие-то, и вы решили, что ну никогда больше. Вот Пахаим Леотер, никогда вообще я в это больше не пойду, и может включиться достаточно большой страх этого. Но есть же ситуации, многократно в работе встречаю, когда человек говорит, слушай, Свет, ну реально, ну в детстве был достаток. Ну да, что-то могли не купить, да, что-то могли не позволить. Но никогда не было то, о чём ты рассказываешь. Никогда я не выбирала там самую дешёвую еду. Всегда у нас там еда была, одежда была, ну что-то могли не позволить. Но не было прям безденежья. А у меня паника, а я боюсь лишнюю копейку потратить, потому что я вижу, как от меня уходит. Потому что я вижу, как у меня становится меньше. Потому что когда я вижу, что у меня становится меньше денег, мне дурно становится. И это не про личный опыт. И это про страх, пришедший из родовой системы. Про какую-то историю в вашей родовой системе, которую вы можете не знать вообще. И ваши родители могут не знать. Но влияние это приходит и обуславливает новое безденежье. У меня была история, это моя бабушка, это не бабушка, это бабушка моей бабушки по маминой линии. Я потом уже узнала про бабушку, моей бабушке. Узнала о том, что она голодала. Причём это было когда военное время, и были пайки, и бабушка, у бабушки был зоб, это называется. Я плохо знаю эту медицину, и дай бог никогда не узнаю. И этот зоб постоянно провоцировал чувство голода. Она всё время хотела кушать, а еда была по пайкам. И она ходила, просила милостыню возле хлебного магазина. И моя бабушка её, моя бабушка, свою бабушку, когда там увидела возле этого хлебного магазина, голодную, потому что бабушка скрывала у всех же свои пайки, бабушка скрывала дома, старалась как-то там себя удерживать, не есть, и ходила, просила милостыню хлеба, чтобы ей дали этот хлеб, чтобы она могла как-то этот голод утолить. Я об этом узнала уже сильно потом. Я в принципе знаю какие-то другие немножечко истории, но оказалось при ближайшем рассмотрении, что вот у моей, бабушка моей бабушки, даже имя я не помню, прабабушки имя знаю, а имя моей прапрабабушки не знаю по маминой линии, что есть такая история, и это многое объяснило, это многое сложило на место. И в вашей родовой системе может быть какая-то история про предка, это не обязательно мама, папа, бабушка, дедушка, может быть более глубокий слой, где есть этот опыт безденежья и страх этого безденежья, страх дефицита, страх голода, который вы заимствуете. Вот эта история, я только последние несколько лет, наверное, года 3-4, года 3, как я научилась не забивать вообще запасами. Я помню это состояние, это про меня, когда мне было не очень хорошо, если я открывала холодильник, он был пустой, сейчас совершенно нормально. И там должно быть морозильник, должен быть забит, там должно быть... Я долго не могла понять, в чём дело и почему. Это потом я обнаружила вот эту историю про бабушку. То есть ваш страх безденежья может быть не связан с вашим личным опытом, но вы можете его проживать у нас жёстко, по полной мере, взявши его, унаследовав его из родовой системы. Ну уж совсем экзотично. Экзотичный вариант, тем не менее имеющий место быть. Когда я про это говорю, меня периодически спрашивают, есть ли у меня диплом психолога? А другие говорят, да, наш человек, надо брать, напиши на консультацию. А есть ещё один вариант. Я всё-таки, имея диплом психолога, работаю в парадигме о том, что живём мы не одну жизнь. И воплощаемся мы на земле не единожды. И опыт прошлого воплощения оказывает совершенно иррациональное, но мощное и сильное влияние на эту жизнь. И этот страх нищеты, безденежья, неважно ещё раз, сколько у вас денег, страх нищеты и безденежья может быть привынесён через сквозняк. Что значит через сквозняк? Когда человек воплощается, он своё прошлое воплощение забывает. Но своё, да, но опыт, каузальное тело, своё каузальное тело опыта остаётся, и сквозит. Осознавать не осознаём, а сквозит-сквозит. Вроде бы и в родовой системе чисто, вроде бы и на этом этапе. Откуда взялась? Обычно говорят клиенты. Откуда взялась? Я так очень долго, когда работала с собой, не могла найти один блок, не могла пробиться. Вот я ставлю себе периодические планки, цели. Это в этом году война как-то сильно вынесла свои коррективы. Но, в принципе, я ставлю финансовые цели. Сейчас уже на сентября я уже возвращаюсь к растяжкам. И вот дошла до потолка, вроде уже всё проработала. Вроде уже всё, что можно было, проработала. А потом нашла склейку «Деньги равно боль» с инкарнационный заряд. Инкарнационный заряд – это травма, это заряд в прошлом воплощении, в реинкарнации. Когда нашла, пошла, уже пошла дальше. Сняла этот заряд, пошла дальше. И такие вещи могут быть, вопреки всякой логике, и не с вашего опыта этого воплощения, этой жизни, и не с родовой системой. Это как x, y, z, а ещё с другой координатой, с прошлого. Так, ага, потом выбросить со стекшим годным сроком годности. Ну, конечно, ну, конечно, да. Да, обо мне. Забить холодильник и морозилку. Нормальная парадигма. Многие концепции. Да для меня это тоже, да. Это что-то такое удивительное сейчас было, потому что, ну, и в ТикТоке, и в Ютубе мне периодические там вопросы, и в Инстаграм, а у тебя есть диплом психолога, а у тебя есть диплом психолога. Я уже озадачивалась разместить у себя в сторис диплом психолога, чтобы можно было отправлять в сторис, жду, пока мне его привезут с Одессы. Потому что, выезжая, я обнаружила, что я взяла паспорта, ну, то есть, любимых документы из серии там паспорта и всё. Зайдену туда, чтобы не было вопросов. Ну да ладно, это лирика. Так вот, три основных канала, откуда эта иррациональная штука, это иррациональное проживание может быть. Я вам сейчас предложу, для тех, кто хочет, сделать тест, чтобы вы не плутали в потьме, как котята, сделать тест. У вас четыре... Тест тоже иррациональный, да, логикам будет сложно. Простая полевая штука, простая полевая работа. У вас есть четыре предмета. Поставьте лайки, что четыре предмета у вас есть. Если вы поставьте плюсики, напишите, что вы готовы к этому тесту. Четыре предмета. Так. Один предмет, как бы мне вам показать... О, я возьму маркеры дочки, потом она... Потом положу на место. Она мне простит. Я только возьму. У меня малая рисует. Мы накупили таких вот маркеров. Всяко-разно. Есть, да? Есть диплом и не только... У меня тоже не только психолог. Мне спрашивают... У меня же три диплома, ну, три и высших. Спрашивают про психолога. А так-то у меня тоже не только диплом. Психология – это третье мое. Окей. Один. Я беру... Вот у меня есть четыре предмета. Да, вот есть четыре предмета. Я беру один предмет, назначаю его, говорю ему мысленно, переношу на него свой страх безденежный. Да, вот страх безденежный. Четыре предмета. Один. Я смотрю на него и говорю так, ты мой страх. Я как будто бы всю свою энергию страха переношу на него. И это становится не просто... Это маркер, а это становится страхом безденежный. И ложу его перед собой. Беру следующий маркер. Вот там у меня впереди лежит мой страх безденежья. Вы можете даже обнаружить такое, знаете, как облегчение. Как будто бы что-то вытеслили, не вытеслили, а что-то вывели из себя. Беру второй предмет и назначаю его, говорю, ты моя нынешняя жизнь. Вот это будет обозначать из этой жизни, из опыта этой жизни. Обозначить. Вложу. То есть у меня идет, картинка будет такова, да, расположение. Вверху, например, страх безденежья и три канала внизу. Из этой жизни второй беру, назначаю родовой системы. Говорю, вот ты будешь маркер родовой системы. Понятно, что я здесь не выстраиваю у всех маму, папу, их родителей и дальше, 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 дальше. Я беру маркер, маркер родовой системы. Маркер, да. И еще один маркер, не маркер, а маркер. Господи, как по-другому. Кто-то помнит синоним слова маркер? Я забыла. И еще один, и назначаю его инкарнационным зарядом. Прошлое, какие-то прошлое, какое-то прошлое воплощение. Кстати, не пугайтесь, те, кто периодически входит в регрессию, не всегда и не обязательно. Прошлое – это ровно предыдущее, ровно последнее перед. Это заряды скачут. Это может быть чуть-чуть по-другому. Да, окей. И вот у вас стоит страх безденежья, опыт этой жизни, опыт родовой системы и опыт, да, третий опыт инкарнационный. Есть? Кот спер шарик безденежья. Коту респект. Класс. Хороший знак. Я бы на это посмотрела, как на прекрасный знак, на самом деле. Уже безденежья можно отдавать коту. Смотрите, да, и задаете себе вопрос. Вот этот… Выключите, пожалуйста, логику. Здесь логика будет скорее мешать, чем помогать. Выключите логику, посмотрите и ответьте на вопрос, с каким маркером связан страх. У вас возникнет какое-то совершенно нелогичное ощущение. Я абсолютно чётко сейчас вижу, хотя мне казалось, что у меня страха безденежья нет в принципе. Уже проработан вдоль и поперёк и такое доверие к миру. И к миру, и к пониманиям, и знаниям, как я умею делать деньги. Но я сейчас смотрю, и я очень чётко вижу, для себя это моя история, у вас будет по-другому. Я очень чётко вижу связь, в моём случае, с родовой системой. То есть есть ещё, видимо, какая-то история, докуда я не докопалась. Нынешняя жизнь. Да, у каждого будет по-разному. Возьму в аренду вашего кота. Класс. Вот так, слушайте, какая хорошая идея. Я знаю, что я буду теперь делать. Я буду вам предлагать на эфирах делиться, кто чем может быть полезен друг другу. Ну, это, конечно, шутка про кот спёр, шарик без денежей, возьму в аренду вашего кота. Но это классная идея. Надо это поставить себе на заметку. Хорошая идея. Будет вам интересно в эфире, например, если выделять время, и просто делиться, кто чем может быть полезен. Такой себе небольшой нетворкинг. Здесь же у меня же слушают в эфире и специалисты, и коллеги, и из разных сфер. Ну, мне кажется, я себе прям запишу сейчас в нетворкинг. Поделитесь, если вам интересна такая история, если вам кажется, это может быть для вас полезным, просто ещё одна небольшая площадка, где вы можете написать, что там я, и что вы делаете. Не просто чем полезен, не просто кто это. Я психолог, ну, прикольно. Чем ты можешь быть мне полезен? Да, там, теперь я психолог, который работает. Я там помогаю справиться с паническими атаками. Я помогаю справиться, помогаю выстроить отношения с детьми. Я помогаю. Да, вот с завтрашнего дня сделаем, начнём делать такой нетворкинг. Сейчас, просто чтобы закончить, прям напомните мне. Ну, вы же со мной уже не первый день, особенно те, кто... И те, кто знают бандовские приветствия, напомните мне, пожалуйста, Корбач, ты обещала, да Баба-яга обещала нетворкинг. Будем это делать? Мне кажется, это очень. У меня тоже резонирует родовая система. А может быть два направления. Чаще одно превалирует. Одно является проявлением другой. Может быть такое, когда инкарнационный заряд, и это, ну, то есть родовая, и может быть, но там одно будет основным. Одно проявляется, да, сделало проявление в другом. Например, если у вас есть инкарнационный заряд, да, то вы из этого заряда, из этого инкарнационного опыта выбрали ту родовую систему, где эта история будет проявлена, и взяли её на себе. Вот так это может работать. Нынешняя жизнь и предыдущие воплощения, да, но с большой вероятностью предыдущие воплощения – это та программа, которая обусловила, да, вот эти вот опыты в нынешней жизни. Чёрная дымка вытекает из прошлых воплощений. Да, maybe, может быть. Как я вовремя зашла? Я тебя тоже люблю, заря. Это тест, да, это для того, чтобы вы не оплукали. Вы тогда будете понимать, что, в принципе, с нынешней жизнью нужно работать. Я ни в коем случае не обесцениваю опыт нынешней жизни. Но если у вас история тянется из родовой системы, вы упашетесь работать с нынешней жизнью. Вы будете прорабатывать, оно будет возвращаться. Вы будете прорабатывать, оно будет возвращаться. Так же самое с инкарнационным зарядом. Я долго-долго думала, когда писала тестов, я долго думала, дописывать ли, да, вливать ли туда работу с инкарнационным зарядом. Потом поняла, что да. Потому что можно работать с ныне, с убеждениями, установками, вторичными выгодами и ещё чем-то. И это всё, да, имеет место быть и важно. Но если корень заряда идёт в инкарнационном, да, если корень в реинкарнации, в инкарнационном заряде, оно будет возвращаться. Потому что это незаконченный опыт, неинтегрированный опыт. И тогда имеет смысл закрыть там опыт, чтобы вся та проработка, которую вы делали, не возвращалась. Вот это то, что мы делаем в конце КЭСа. КЭСа в грани денег. Одно из там последних заданий, когда уже установки, всё это проработано, работать с инкарнационным зарядом. Поэтому там родовые системы. Потому что в этой жизни очень много событий, события, опыты, установки этой жизни очень часто, достаточно часто обусловлены либо родовой системой, либо инкарнационным опытом. Это тест. Это тест. Это для того, чтобы вы понимали, куда смотреть и с чем работать. Кто хочет в Элкам, это можно в КЭСов. Кто имеет эти навыки самостоятельно, вы знаете, куда надо посмотреть и работать. Можно со своими. То есть это тест, чтобы вы понимали, куда смотреть. Дальше. Снимаем. Снимаем. Это просто маркеры, это просто фламанд. Попально говорите, ты больше не мой страх. Да, ты больше не маркер моей жизни. Ты больше не моя родовая система. Ты больше не инкарнационный заряд. Маркеры в моем случае. Маркеры становятся маркерами. И тут по назначению возвращаются к дочке на стол. Я постараюсь без спроса не брать. Я тихонечко. Окей. Дальше. Теперь смотрите, когда вы это дело выяснили. Понятное дело, это поставить себе в план, пойти туда посмотреть и проработать. Но пока кто-то, не знаю, пока начнется КЭСов, пока вы найдете специалиста, если в КЭСов не идете, пока вы озадачите сделать себе, да, работать с этим самостоятельно, можно сделать простую штуку, которая начнет снижать градус, которая начнет вот этот вот страх безденежья. Он корень не уберет, но вывести себя, да, на, ну, поднять себя, если хотите, вывести себя в другой слой энергии позволит. Два момента. Первый. Вот когда вы чувствуете страх безденежья, а где он у вас в теле? Это первое, что надо вспомнить. Где он у вас в теле? Он может немножко мигрировать. Он достаточно часто, либо, ну, вот в этих, чаще всего, да, вот в этом вот кусочке туловища. Бывает альтернатива? Бывает, но не часто. Чаще всего это либо районы нахаты, сердце, солнечное сплетение, иногда живот. Это имеет определенные, можно расшифровывать, я сейчас не буду долго расшифровывать, какая травма в какой мышце фиксируется, да, вернее, какой страх, какое проявление, как связан этот страх, да, и как он образовался, и с какой мышцей. Это связано, не знаю, с сердечными проживаниями, это связано с возможностью принимать, да, либо управлять людьми, либо ноги, колени, вряд ли. Вот прям, кстати, вряд ли. Может быть, может быть, но очень-очень маловероятно. Очень маловероятно, когда в ногах, коленях. Хотя, если бы при более таком плотном контакте я бы, конечно, докопалась, я бы, конечно, поисследовала, может быть, но маловероятно. Ну, может быть. Ну, такое. Так, солнечная сплетение. Да, есть. Хорошо. Теперь, Когда вы это нашли? Пока эту информацию мы вставим в сторону. Вот пока ставим в сторону эту информацию. Вспомните, да, вспомните состояние достатка. Вспомните состояние, у кого-то это было состояние достатка. У кого-то это было состояние валом денег, вот валом. Причем это тоже не зависит от суммы. Валом денег от суммы не зависит. Это состояние. Я очень чётко... Это может быть 22 копейки на мороженое. И это будет состояние валом денег. Помните, кто помнит? Пломбир в шоколаде. 22 копейки. Это моё любимое было мороженое. Пломбир в шоколаде. 22 копейки. Вкусная зараза была. Прям очень. Это может быть какая-то небольшая сумма. Я сейчас пытаюсь вспоминать про свои ощущения валом денег. Сейчас вам расскажу историю. Не рассказывала её раньше. Валом денег. Я обычно про валом денег рассказываю, когда мне брат подарил 50 долларов. Казалось, что 50 долларов это не... Ну, это было валом денег. Мне было 16 лет. Он подарил мне 50 долларов. И сказал, положил мне в руку... Положил мне в руку деньги. Или не так. Он пришёл там с цветами. Намного старше меня. И потом сказал, мало, идём проведёшь. Знает, что все деньги мама у меня заберёт. Либо я все деньги всё равно маме отдам. И приходит, говорит мне, мало, идём меня проведёшь. Я выхожу его проводить. Провожать уже вечер. За ним приезжает машина. И он мне так протягивает руку. Ну, типа, попрощаться с сестрой. Ложит в руку 50 долларов. И говорит, маме не отдавай. Кстати, с машины уезжает. Это было валом денег. Это было так много денег. Просто немерено. 50 долларов. Немерено денег. Я их маме не отдала. Да. Не отдала. Вот кайфанула просто бесконечно. Это валом денег. А сейчас вспомнила. Знаете ещё какую историю? Я была в первом классе. Вот сейчас стыдно признаться. Но раз вспомнила, надо сказать. Я была в первом классе. И мне одноклассница. Первый или второй? Нет, первый. И мне одноклассница показала тайник. И в тайнике лежали монеты. И я этот тайник у неё украла. Вот прям в прямом эфире. Вспомнила. Вообще вылетела эта история. Надо посмотреть, что у меня в ней такое сейчас. Где? Какие семена воровства могут всплыть? Может, уже всплыли давно. Но я эту историю не прорабатывала. И я у неё украла эти деньги. Я потом пошла в этот тайник и выгребла его. И там были монеты. Я помню, как сейчас было 25. Было 25. Несколько монет по 25 копеек. Была монета 50 копеек. И это было валом денег. Валом. Это было первый класс. Потому что 50 долларов – это 16 лет. А это первый класс. Это было валом денег. У меня сейчас какие-то странные чувства поднимаются. Я на это посмотрю. Это да. Это семена воровства. Это я своровала. Это, кстати, пример для тех, кто говорит о том, что я никогда деньги не воровала. Откуда у меня могут быть семена воровства? Вот как меня ограбили? Как у меня что-то забрали? Как это несправедливо? У меня есть опыт, когда меня грабили, когда у меня отбирали и забирали, я была... И я не могла с этим... Я вообще не понимала. И чувствовала себя и жертвой, и такое, ха-ха, меня предали. Все это проживала. И долго не могла понять, где... Ну, то есть, когда я стала знакомиться с кармическим менеджментом... Сейчас чуть-чуть отвлечемся. Вернемся потом. Это важно. Раз всплыло в поле, это важно. Я долго... Я ворова... Да ладно! Ну, то есть, я в принципе не ворую. То есть, я вообще там, значит, честный такой персонаж. Очень. А потом всплывают и такие истории. О том, что да, когда я была в первом классе, и неважно для кармы, сколько лет тебе было. Это было... Я же понимала, что я делала. Вот я в том первом классе, я понимала, что я делала. Я не по наивности. Я четко понимала, что я ворую деньги у подруги. Я их сорвала. Я за это... Вероятно, я за это неплохо уже заплатила. И еще раз так вспомнила, то еще посмотрю на это, что еще у меня там осталось. И как я могу это закрыть. Да, за искренность. Ну, я в принципе персонаж про искренность. Я очень четко знаю, что когда начинает человек как-то стараться быть лучше, чем он есть на самом деле, ну, не правда. Ну, честно. Мы все живые люди. Из мяска, косточек и жидкостей разных. Помимо всего высокого и красивого. Да, вспомните, к чему я. Возвращаемся. Вспомните вот это состояние валом денег. Есть? Вспомнили. Дальше. Войдите в это состояние. Кайфаните от него. Я все-таки вхожу, честно, я вхожу в 50 долларов, а не в эти монеты. Но там тоже было валом денег. Я на это еще посмотрю, что-то в этом есть. А раз сейчас вспомнилось. Да, войдите в это состояние. Кайфаните от этого состояния. И почувствуйте, что хочет сделать тело. Какое телесное движение. Так, вопрос. А если куколку своровал в садике? Я не знаю, что вы хотите узнать. Является ли это семенами воровства? Если вы понимали, что вы воруете, да. Если было понимание, что я это делаю, это плохо, но я это делаю, потому что я это хочу, да. И это сейчас не для того, чтобы, не для того, чтобы там, ай-яй-яй, плохой-плохой. Это просто для того, чтобы это увидеть. Есть же четыре шага, да, как работать с семенами воровства. Это увидеть, я это сделала. И это про разумное сожаление. Ну, блин, мне реально еще жалко. Я не буду себя мочить за это. Я не буду себя наказывать за это сейчас. Но мне жаль, что я тогда так поступила. Я выбрала, я честно выбрала своровать. Мне жаль, что я так сделала. Это разумное сожаление. Это признание, что я так в жизни больше я так не сделаю. Это решение, что я в жизни больше так не сделаю. Это правда, я так не делаю. И кто, как я могу компенсировать. Я, конечно, не компенсирую этой девочке. Я даже фамилию не помню. Я помню только, что ее зовут Вика. Вот то, что я зовут Вика, помню, а фамилию не помню. Я же не компенсирую ей. Я могу сделать что-то, как компенсацию в мир, посвящая это нейтрализации своих семян воровства. Я подумаю, я не готова прямо сейчас в эфире говорить, но то, что раз это всплыло, с этим надо что-то сделать, это да, я сделаю какой-то подарок, я сделаю какой-то донат, я сделаю что-то, что будет в специфии компенсировать это. Если бы сумма денег сегодняшней в моем кошельке я увидела 10 лет назад, я бы посчитала себя очень богатой. Да, но не если бы, а когда ты действительно ощутила это. петь и танцевать, отлично, и сделайте, пожалуйста, одно-два небольших движения из состояния достатка, из состояния валом денег, еще раз, это не зависит от суммы. Сделайте одно-два телесных движения и запомните этот якорь. Запомните этот якорь. Теперь, каждый раз, когда вы встречаетесь с страхом безденежья, то, что вы делаете, вы делаете этот якорь, вы делаете это движение тела, входите в состояние валом денег, и вот эту энергию валом денег смещаете в то место, там, где у вас сидит страх безденежья. Вы начинаете этим состоянием денег вала, как будто бы размягчать те мышцы, в которых сидит страх безденежья. Попробуйте это сделать сейчас, потому что то состояние, в котором человек находится, определяет его реальность, ту реальность, к которой он движется. И если человек находится в страхе безденежья, он движется в безденежье. Если человек может включить в себе вот это состояние денег валом, он движется к тому, что денег будет валом. Во всяком случае, на энергетическом уровне, на психическом уровне, понятное дело, что это не отменяет необходимость внешних действий, но это обуславливает результат. Понятно, что сделать? Попробуйте, напишите, как ваше состояние. Когда вы входите, вот деньги есть, делаете это движение и начинаете направлять это состояние в то место в теле, в то место в теле, в котором, я не понимаю, сколько времени. Сейчас 10 утра? Да, реально, 10 утра. Я что-то, видимо, перепутала. В то место в теле, где живет страх безденежный. Я, кажется, еще и время напуталась. Расширяюсь, да, там начнет вот этот маркер, вот этот телесный маркер, он начнет как будто бы растворяться потихонечку. Страх безденежья начнет гаситься. А если есть желание потратить деньги на всякую ерунду, то есть слить, это что? Это слив? Ты сама ответила. Я не совсем понимаю, откуда это может быть механика? На самом деле, механика может быть такая же, не механика, откуда эта динамика? Так же самое может быть из этой жизни, из родовой системы, либо из инкарнации, смотреть, что там, ну, что за этим стоит. Это может быть компенсация чего-то, когда я не хочу встречаться с каким-то чувством, я так буду спасаться от этого чувства. Это может быть от, ну, это же уровень, вот в кэсов это уровень слив. Да, я, посмотри, я не буду сейчас долго, долго рассказывать, я, есть отдельный эфир, гринеточка, у меня в профиле, полистай, есть отдельный эфир про слив. Я оставлю это, ну, посмотри там, там целый, я очень подробно рассказывала про сливы, когда сливаются деньги, когда сливаются возможности, вот это туда. Супер состояние и супер идея, супер, отлично. Скажите мне, пожалуйста, те, кто в Киев и Европа, сколько сейчас времени? У меня возникло подозрение, что я перепутала время. Сейчас без 10-10, караул, караул, я перепутала время. Вот это да. Окей, ага, сработало слово, да, очень может быть. Прекрасная, я с вами прощаюсь. Я напутала время. Я просто вчера до ночи работала, вчера почти до часа ночи работала, стукнутая птичка. Да, спасибо, я перепутала время. Какой кошмар, какой ужас. Я поскакала дальше, а кив попу раненая лань, потому что я в абсолютной уверенности, что я вышла в эфир в 8 утра по Европе, то есть в моей картинке мира сейчас должно было быть без 10-9, а сейчас без 10-10. Какой кошмар. Ужас, ужас, ужас. Делимся эфиром. Я надеюсь, что техника и тесты вам были полезны, поэтому делитесь со знакомыми, практикуйте, пожалуйста, техники, которые даю, они рабочие. и велкам, сегодня будет открыт старт продаж в кэсов. Попробуйте успеть туда записаться, потому что в мини-кэсов тысячи человек, понятное дело, что в кэсов я тысячу человек не возьму, и не тысячу, и 500, и 200 я в кэсов не возьму, поэтому сегодня открывают старт продаж, писать Ольге Малевицкой, и встретимся с вами завтра. Завтра, завтра в 9 утра по Киеву, в 8 по Европе. Я так думаю. Всё, пока-пока. Так, что у меня тут?